Здравствуйте! В эфире программа «Жизнь и дорога» и я ее ведущий Валерий Седов. Сегодня мы побеседуем с председателем регионального отделения «Отцы России» Романом Захаровым. Здравствуйте! Добрый день! Чем же, собственно, Совет Отцов занимается? У Совета Отцов много направлений деятельности. У Федерального Совета Отцов еще больше направлений. С марта прошлого года появилось Российское общественное движение «Отцы России» как продолжение Федерального Совета Отцов. И вот уже полтора года существует такая организация в Российской Федерации в 75 субъектах. И на новых территориях открываются отделения. Ребята занимаются и волонтерской деятельностью, соответственно, и помощь участникам СВО достаточно активно ведется в регионах. И самое важное, ради чего мы собирались, это безопасность детства, да, вопрос патриотического воспитания и волонтерства. Много совместных мероприятий у нас проходит на территории области совместно с ГИБДД Рязанской области. Уже третий год подряд мы в рамках безопасности детства наносим разметку на нерегулированных пешеходных переходах. Обращаю внимание участников движения, а в частности детей, на то, что подходя к переходу, нужно отвлечься от телефона, родителям взять ребенка за руку, ну, быть внимательнее к этому процессу, потому что дети у нас сами травмируются на пешеходных переходах из-за невнимательности. Но ведь далеко не у всех школ нанесена такая разметка. То есть есть ли в планах продолжать и, может быть, в идеале охватить все образовательные учреждения города? Ну, смотрите, мы в этом году весной смогли нанести разметку у 75-й, 73-й школы. У нас уже подготовлен комплект трафаретов для каждого района нашего города. То есть мы посотрудничали с рекламной компанией, они нам изготовили 4 комплекта, даже, точнее говоря, 5 комплектов нам изготовили. Мы один передали в ГИБДД. И после того, как увидели нашу акцию, которую мы проводили и которую освещал ваш телеканал, на нас вышли представители Спасского муниципального района и тоже захотели присоединиться. Там инициатива пришла от замглавы муниципалитета, и мы попросили ГИБДД по своим каналам передать им. Так что у нас акция начинает не только в городе проходить, но и муниципалитеты захватывать. Плюс последняя встреча была у нас в Дашково-Песочне, на которой присутствовал Артемов. Присутствовал глава города и губернатор Рязанской области. Мы как раз обратили внимание на наши мероприятия и обратили внимание главы региона на то, что если была бы такая возможность, чтобы такие надписи появились в рамках обновления дорожной, нанесения дорожной разметки уже более профессиональным способом. Потому что то, что мы делаем, да, это видно, но вот я проходил, смотрел, прошло три месяца, все же ногами это истирается. Потому что мы наносим не профессионально же, а просто баллончик с краской и трафарет. Хотелось бы, чтобы это было нанесено на подольше. Потому что вопрос, он такой, достаточно актуальный. Ну вот параллельно с акцией по нанесению надписей вблизи пешеходных переходов, есть же у вас акция, если не ошибаюсь, «Безопасная дорога к знаниям», где вы дежурите рядом со школами, помогаете детям переходить дорогу по пешеходным переходам. Вот расскажите о ней немного. Ну, это акция у нас второй год, да, совместно с ГИБДД. В этом году было достаточно интересно в ней участвовать, потому что вот жители когда не видят, что за ними наблюдают, да, и продолжают переходить дорогу, хватают детей, особенно когда приехали во вторую смену в школу, надо быстрее ребенка, как говорится, завести на территорию школы. Вот, сразу машину открыли, схватили ребенка и повели. Не обращая внимания, что движение не останавливается, и все прям как-то бросаются под колеса, да, и поэтому, когда мы вышли с жилетками и начали участвовать в этом процессе, то, как бы, родители так смотрят, ага, так, ага, что-то здесь происходит не так, надо пойти по пешеходному переходу. И говоришь, ну, а обратно возвращаются все равно по привычке, уже по стандарту сразу бегут к машине. И говоришь, ребят, ну, потратьте, ну, пару минут вашего времени, во-первых, заложите такую, как бы, ну, традицию переходить по пешеходным переходам. Полезная акция, да, сам за собой замечаю, что чаще перехожу по пешеходным переходам, пусть и далеко, но надо себя начинать, и уж потом наши дети смогут повторять за нами. Ну, а как? Совет отцов – это вот одна какая-то организация, которая курирует такие проекты, которая занимается этими проектами? Или вот в каждом образовательном учреждении, или в каждом районе есть свой совет отцов, который обращается? Как это работает? Ну, вот смотрите, советы отцов в городе Рязани созданы в 31 учебном учреждении, да. У нас в декабре 2022 года проходила общая встреча. На встрече присутствовали 24 представителей с 31, на которые мы как раз обсудили те планы, которые мы хотели бы реализовать в течение года. Это как раз взаимодействие с ГИБДД, взаимодействие с МЧС в рамках безопасности на пляжах, да, которые у нас, так называемые, дикие. И плюс у нас к 9 мая было запланировано и реализовано, соответственно, хор отцов и сыновей. Мы собрали 300 мужчин с сыновьями и на Площади Победы 9 мая исполнили песни, которые посвящены Великой Отечественной войне. Ну, вот мы преимущественно говорим об акциях, которые устраивают вблизи школы, именно что на пешеходных переходах. А нет ли других акций? Может быть, например, какие-то читатели, лекции о правилах дорожного движения? Может быть, еще что-то? Ну, смотрите, вот мы в эту сторону тоже обратили внимание и уже пару встреч прошли в школах по вопросу профориентации, да, то есть в 75-й школе, в 55-й школе прошли такие встречи, где отцы пришли в классы и рассказали о своих профессиях. Я думаю, что это пока первые шаги, да, мы на это будем больше обращать внимание, потому что это очень востребовано и очень нужно. Это и запросы и как от родительского сообщества, так и от аутоработодателей. Какие планы, каких следующих акций есть ли они? Ну, смотрите, я думаю, что, во-первых, акция по нанесению разметки мы будем проводить уже ближе к 1 сентября, когда дети наши снова вернутся в школу, нужно будет снова им напомнить о том, что нужно быть внимательными к дорожному движению и соблюдать правила дорожного движения. В октябре у нас с вами теперь есть государственный праздник, День Отца, каждое третье воскресенье октября есть наш отцовский день. Я думаю, что мы повторим традицию, мы высаживали аллею отцов, она у нас с вами находится около 2-й Рязани, я думаю, там несколько деревьев засохло, их надо обновить. Если говорить непосредственно о взаимодействии с госавтоинспекцией, во-первых, нет ли в совете отцов сотрудников госавтоинспекции, которые прям посильную такую помощь оказывают? Пока нет, но сочувствующие есть. Понятно. А вот если говорить о взаимодействии, то кто зачастую является инисатором? Вы предлагаете какие-то акции? Госавтоинспекция предлагает в чем-то поучаствовать? Или это просто происходит как-то едино? Я думаю, что это общая такая синергия, потому что мы встречались у ребят на их рабочем месте, обсуждали, рассказывали о том, что делаем мы, из этого делали выводы, чем мы можем совместно быть полезны. И как раз из этого рождаются определенные мероприятия, которые мы проводим вместе. Плюс, опять же, мы смотрим, что у нас происходит в стране, потому что у нас есть у отцов России федеральный информационный канал. Мы смотрим, что еще происходит в других регионах. Если мы что-то видим интересное, предлагаем и получаем отклик от сотрудников. Если говорить о положительной динамике таких акций, наблюдается ли она? Может быть, с вами делятся сотрудники госавтоинспекции какой-то статистикой, что, допустим, в прошлом году было столько-то дорожно-транспортных происшествий на пешеходных переходах вблизи школ. А теперь у нас после нанесения соответствующей разметки, после того, как с зеброй мы тогда тоже освещали репортаж, когда дети переходили дорогу вместе с зеброй по непосредственно зебре, тоже после таких акций какая-то пошла положительная динамика, что количество ДТП сократилось. Есть ли какие-то такие, может быть, данные? Ну, таких данных у нас с вами еще пока нет, потому что нужно взять какой-то определенный период, обычно хотя бы берут квартал, для того, что у нас как раз с вами квартал в июле будет в конце заканчиваться. Так что, я думаю, такая встреча предстоит. Мы сможем увидеть цифры для того, чтобы дальше донести до участников и советов отцов школ, показать динамику, что это нужно, важно и необходимо дальше продолжать и делать. Ну, все-таки, вот, целевая аудитория, как рассчитано, вот, непосредственно с пропагандой безопасности ДТП, как рассчитано, что это родители, которые должны донести детям основные правила ДТП, являясь примером, или все-таки дети, как подрастающее поколение, которое должны, вот как нам сотрудники Госавтоинспекции иногда рассказывают, есть же у них юные инспекторы ДТП, что иногда дети больше знают о правилах ДТП, Наоборот, настаивают родителям, что нет, давай мы не побежим через три полосы, давай мы вот аккуратненько дойдем до пешеходного перехода и перейдем дорогу там. Кто все-таки является такой вот целевой аудиторией? Отцы, которые донесут для детей или дети, которые напитаются новыми знаниями? Ну, я думаю, что вы частично уже ответили своим таким длинным вопросом. Поэтому дети действительно, мы видим, что больше знают, больше обращают на правила дорожного движения внимание. У меня в машине тоже сидят, иногда комментируют какие-то моменты, когда мы передвигаемся на автомобиле. Поэтому я думаю, что для определенных детей важен пример их родителей. Поэтому мы видим и как родителей, участников этого процесса, так и детей. Поэтому здесь это обоюдный момент. В этом моменте важно, конечно, чтобы все же обращали внимание. Не важно уже, кто будут родители или дети. Главное, чтобы правила соблюдались. Тогда такой вопрос. А вот как стать непосредственно участником Совета Отцов? То есть, что для этого нужно, куда нужно обратиться? То есть, может быть, сейчас нас смотрят зрители, которые тоже вот... Хотели бы... Да, да, да. Что для этого нужно? Во-первых, можно найти меня в социальной сети ВКонтакте и написать сообщение о том, что вы хотели бы присоединиться к нашему сообществу. Плюс в ВК у нас есть отдельно две странички для Общественного совета отцов при уполномоченном правом ребенка и для регионального отделения Всероссийского общественного движения «Отцы России». Плюс у федерального канала, где есть информация по тем мероприятиям, которые проходят в нашей стране, есть у «Отцов России» свой канал, на который можно опять же подписаться и посмотреть информацию, что происходит в стране. Может быть, у кого-то, наверное, будет отклик и такое же захочется реализовать на территории нашего региона, потому что много интересных вещей проходит на нашей территории, да, как бы большой необъятной страны. Потому что где-то зимой ребята в валенках играют в хоккей, да, то есть, как бы у нас есть с вами рязанский валенок, его кидают, кто-то в валенках играет в хоккей, да, кто-то проводит патриотические поисковые, да, мероприятия. Много всего интересного. Нам действительно важно, чтобы к нам приходили «Отцы», к которым это важно, нужно, и они видят в этом свою внутреннюю необходимость. Ну вот вы сказали, да, про важность, про подглядеть у других, скажем так, подглядеть у других регионов, то есть, какие у них там происходят акции. А нет ли такого, что вот уже подглядели что-то для себя, отметили, решили, что там, допустим, вот в следующем, там вот, как дети вернутся с летнего отдыха, мы проведем вот это, вот это, вот это. Или пока еще об этом рано и все лето впереди? Ну, все лето впереди. Я думаю, у наших детей сейчас с вами большие списки для чтения литературного, которые с трудом всем даются, и о которых нужно регулярно напоминать, что нужно что-то почитать. Ведь что-то дали. У нас дома прямо под телевизором лежат определенные списки, и потихонечку, я смотрю, сокращается количество непросчитанного. Вот, поэтому я думаю, что когда мы перейдем опять к учебному году, да, будут запланированы новые мероприятия, и мы о них обязательно расскажем, сделаем анонс. Ну, и такой вопрос, мероприятия, они всегда, скажем так, стандартные, потому что вот мы с вами говорим о двух, то есть нанесение надписей, которые, ну, понятное дело, что это осень-весна, когда асфальт можно увидеть. Вот, и безопасный переход через Дебру, ну, это, в принципе, круглогодичное. Нет ли акций, которые привязаны к своему сезону, то есть, быть может, осень, дети вернулись с отдыха, память стерла часть правил дорожного движения, там, например. Например, осенью напомнить детям о важности, ну, как бы, осенью напомнить детям о том, как важно соблюдать правила дорожного движения снова. Зимой, как не бегать через ледяную дорогу, весной, как кататься на самокатах. Нет таких вот сезонных каких-то? Ну, смотрите, здесь такие моменты сезонные, они, наверное, больше, если смотреть чуть шире на вопрос, да, то у нас здесь вопрос возникает, опять же, то есть, подключается МЧС, то у нас с вами же есть первый лед, да, то есть, соответственно, у нас с вами весной, ребята иногда балуются спичками, да, то есть, как бы, у нас с вами регулярно что-то где-то везде горит, потому что пройти мимо хорошо лежащего тополиного пуха вряд ли кто-то справляется. Плюс сухая трава, дети постоянно что-то где-то чиркают, поджигают, опять же, водоемы, да, у нас с вами в летний период, поэтому, да, есть моменты, но вот, скажем, именно с дорожной безопасностью, как вы отметили, это больше вот напоминание весной и осенью, да, то есть, как бы весной мы с вами, как говорится, появляется площадь для наших моментов. Здесь, что еще важно, да, то есть, мы проводили, например, в 75-й школе, мы прошли по пятому микрорайону до школы Песочной, мы нанесли разметку, там, порядка, наверное, на 11 пешеходных переходах, и к нам присоединились, ну, дворовые ребята, то есть, не те, кто как раз из школы пришел, не те ребята, которые пришли с отцами, а именно, которые увидели наше мероприятие и решили к этому присоединиться. Поэтому мы час сорок пять гуляли по микрорайону, наносили эту разметку, и уже смотрю так, учитывая, что меня знают, и там сообщение, мой не с вами, я фотографии присылаю, а она говорит, ну, все, тогда я спокойно, пусть дальше с вами как бы ходит. Вот, поэтому здесь такой момент еще и воспитательный, ребята, которые просто, ну, гуляли вечером к нам, присоединились к мероприятию, это было очень, ну, как бы интересно и приятно для всех. Роман Вячеславович, спасибо, что стали гостем нашей передачи, ответили на интересующий нас вопрос. Это была программа «Жизнь и дорога». Не переключайтесь, дальше будет еще интереснее. Субтитры создавал DimaTorzok